Как ставить защиту перед сном и если молитва не помогает, мне кажется? Ну, христианские молитвы, в общем-то, это паразитизм на 99-99%, но есть какие-то молитвы, которые откуда-то украдены, там с египетских каких-то вещей, там в Египте были какие-то магические заклинания, которые давались для людей, которые реально помогали. То есть в христианстве там все, что можно переворвать, все, что возможно, на воровку, и опираться на христианские молитвы ни на какие нельзя. Как бы они красиво не звучали, и как скороговорки бы они не отщелкивали, нельзя на них опираться. Они основаны на попрошайничестве чего-то у Бога. Вы что-то не сделали, у вас проблемы, вы пытаетесь Бога это выпросить. Вы можете попросить у Бога возможности это изменить, и при этом вы должны выполнять достаточную для этого работу. Тогда просьба к Богу, она не является паразитизмом. Тогда, когда вы просите возможность и изначально готовы будете с этим работать. Если вы перед сном пытаетесь что-то выпросить у Бога, чего-то хорошее, то, в общем-то, вас рассматривают, ну, бомжа-попрошайку, который хочет паразитизм. И, разумеется, вам ничего не дадут, потому что там сверху вам помогать разрушаться и деградировать не дают. Фактически все христианские молитвы поданы, что благостное, по сути, является приучение человеку паразитизмом. Они не помогут вам ничему. Может быть, за исключением редкой ситуации, когда вы читаете молитвы, просто успокаиваете. Вы успокаиваете, вы уходите из состояния раздрая, и там что-то приходит с нормой. Но, как бы, это, скажем так, не сколько-нибудь разумный механизм. Как построить защиту перед сном? Во-первых, когда вы заложите спать, вы должны перед сном выполнять определенные требования. Первое, то есть перед сном не наедаться, не вбиваться, чтобы у вас не была перегружена физика. Не смотреть чего-то плохого, нервного, раздражающего перед сном. Если есть какие-то у вас важные задачи, вы не решаете последний вот этот момент. Не накапливайте негативный эмоциональный или ментальный фон какой-то. Непосредственно перед сном вы входите в какое-то, вводите себя в правильное, спокойное состояние. С помощью мантов, с помощью просматривания каких-то символов, красивых картинок, прослушивания музыки красивой. Глубоко успокаивайтесь и расслабляйтесь. Есть упражнения специальные перед сном, я сейчас их дать вам не могу. Они во многом индивидуальны. Они есть, я думаю, что можно найти в интернете, как перед сном расслабиться. Они, например, есть даже в йоге, есть специальные асаны, которые делаются перед сном, чтобы лучше спать. То есть перед сном вы должны входить в хорошую ровность. Все то, что с вами происходило в течение дня, накопленный какой-то негативный, может быть, груз, надо как бы его отпустить, чтобы он растаял, сбросить с себя. Но во время сна все равно будет идти переработка непереработанного эмоционального опыта, и он во сне вам будет показываться. Там идет много разных работ. В первую очередь, если у вас накоплен непереработанный эмоциональный опыт, как правило, какого-то негативного толка, либо эмоциональные вспышки неотработанные какие-то, он будет во сне перерабатываться. То есть это одна из задач сна, то есть работа подсознания всей этой системы. То есть чтобы сон для вас был каким-то более полезным, а не просто канализационного очищения той грязи, которую вы набрались в течение дня. То есть вы должны перед сном войти в правильное состояние. Это может быть и прогулка перед сном, короткая пробежка, йога, прослушивание музыки, просмотрим какие-то чтения каких-то позитивных книг. Хотите, ну, со свечой не очень хорошо работать на ночь, лучше работать с водой, например, или со стихией земли. Есть такие картинки, сейчас в интернете я видел, перед сном. Это музыка расслабляющая, например, камин. Если свечка не очень хорошо, по камину издалека можно смотреть, не будет мешать. Дождь за окном, какой-нибудь эпический ливий, какие-то фоновые вещи, которые дают природный образ баланса. И этот баланс хотя бы на уровне эмоционального, эмоционального психического состояния должен у вас скристаллизироваться. Он должен вытеснить тот негативный фон, который вы забрали за день. Если вы работаете на крупном производстве или очень много с разными дни проходящих, всегда что-то накапливается. Если вы не практикующий человек, вы наверняка будете это накапливать. Вам нужно, например, один из способов какое-то время смотреть на эти картинки, пока вы не чувствуете покой. Есть специальная музыка, я в интернете слышал, специальная музыка перед сном. Есть музыка такая фоновая, про которую я вам сейчас только что говорил. Есть специальная музыка перед сном, которую слушают, чтобы успокоиться, выйти в это состояние. В первую очередь должно быть ваше спокойное состояние. Бросить груз дня, расслабиться, выйти в гармоничное состояние. С неравновесием, спокойствием, наполненности. Если это будет состояние, то вы и уснете легче, и во сне, в общем-то, у вас, по крайней мере, кошмаров не будет. Не пытайтесь использовать никаких христианских техник. Они не предназначены, чтобы помочь человеку. Никакие не предназначены. Вы хуже себе сделаете. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова